ребятушки всем привет и наконец-то я добралась для того чтобы снять ролик на память как себе так и вам для того чтобы еще зафиксировать эту красоту очередной раз когда-то у меня был этот гибрид и все его прекрасно знают ну из старичков наверняка знают это два природника скрещенных инскрипшон сененсис намбай ненсис и малявка соизволила уже процветить к сожалению один бутончик сбросила к цветению более подробно мы подойдем уже ближе к концу сейчас я больше хочу показать что у нас в корнях какой он по внешнему виду да и каких мы успехов добились за этот период времени который он прибывает у меня уже в домашней коллекции я очень серьезно подходила к этому вопросу и очень тщательно как говорится раздумывала размышляла над тем брать его обратно еще раз или нет дело в том что некоторые виды растений могут просто не приживаться в коллекции я не знаю чем это связано но многие считают что это не мое можно еще как-то думать об этом но вот у меня этот подросток точнее этот вид растения от не хотел идти вот никак только виду того что скорее всего я не могла найти к нему подход все зависит только от этого в начале скорее всего мне несколько раз я уже брала это растение и несколько раз я не могла найти к нему подход ну вот не могла и все вот не знала как к нему подойти то ли выращивала не так то ли может места мало было то ли солнце не хватало то ли влажности то ли еще что-то может заливала может посадка была не то может кора не подходила то То есть много факторов может на это повлиять, где именно этот, как говорится, для меня оказался сложным видом растения, где я, как всегда я выражалась, не могла справиться с управлением. И вот на сегодняшний день, вроде бы как, я еще не скажу, что у нас еще года нет, но вроде бы как мы подружились с этим подростком, и сейчас обосную, почему я так утверждаю. Давайте посмотрим, что у нас в горшочке, и первое, что хочу обратить внимание, он сидит в закрытой системе. Вот, без дырочек, плошечка такая маленькая, из-под сметанки, и давайте посмотрим корешки. Корешки у нас замечательные, вот, новенькие, и в первую очередь хочу обратить внимание на грибочки. И это, больше информация будет сейчас для новичков, хочу обратить внимание их, так как для орхидей, вот, именно такого плана грибочки не вредят. Они, наоборот, замечательно в симбиозе растут с орхидейками, именно в субстрате, и хорошо обогащают корневую. Таким образом, они вместе, замечательным образом, сосуществуют вместе. Вот такие вот у нас замечательные, новые тоже корешочки. Вот здесь новый корешочек, туда пошел, вглубь. Здесь она, смотрите, какая зигзагообразная картина. Просто змея какая-то. Что корешочек, что грибочек. Замечательно. Кстати, эти грибочки подросли. Я их видела недавно, буквально до полива еще маленькими. Тут уже они очень-очень уже подросли. И давайте глянем еще сверху на корневую. Если кто помнит, я акцентировала внимание на то, что буквально зимой, по-моему, я снимала ролик, вот точно не помню, у него желтел самый нижний лист. Вот здесь, вот с этой стороны. И все почему? Потому что он был пробит как цветоносом, так и корешком. Ну, во-первых, там уже и листик, наверное, был старенький, что он начал постепенно отмирать так, как положено. Плюс еще ему помогли вот эти вот разрывы корневой и цветоносиком. Поэтому желтенький листик отпал замечательным образом. Он отсушился правильно, как подобает самому листику стареющему. И у нас новый такой замечательный глянцевый листочек растет. Очень такой классненький, блестящий прелесть. Я не хочу перехваливать растение. Он немножечко наклонился, потому что я подпираю цветонос, потому что в ином случае цветонос может, если тюкнется об край, он может просто закуплиться и дальше потом не развиваться. У таких растений, как правило, цветоносы могут продлеваться, их срезать нельзя, они, видите, коротенькие. Ну, может быть, вид у того, что он еще и подросток. Я всегда вот так подпираю, чуть-чуть на возвышенное вставлю, чтобы он хотя бы края горшочка не касался и не закупливался в будущем. Может он еще продлится и порадует еще там бутончиком двумя. Что касается самого растения, я очень довольна. Закрытая система пока он принял очень замечательно. И вроде бы как, судя по корневой и по грибочкам, я вижу, что пока мы с управлением справились. То есть благополучно вроде все идет в процессе развития самого растения. И корешочки новые там замечательно растут. Даже капельки, что ли, у нас тут. Да, капелька. Нектарчик привлекает бджелок, жужек. Жужиков нету у нас сегодня. Плохая погода. Очень плохая погода. У нас там пасмурно все, черным-черно. Ну, разрывы есть. Я, может, где-то кусочек поставлю, что у нас было до туго. Очень было все серьезно. И давайте перейдем к цветению. Это у нас, я, наверное, не сказала, да? Это inscription sinensis number inensis. Но у него есть одно название. По-моему, ему дали уже название. Это Angel Six или Sene Esther. Это два скрещенных природника. Но я его всегда природником называю. Сейчас объясню, почему фух. Ну, во-первых, я немножко устала уже. Все-таки на весу держать тоже очень тяжело. И что самое интересное. Губка у него немохнатая. Давайте я поставлю, наверное, и буду вот так снимать. Губка у него немохнатая. Оригинальной такой формы. И немножечко такой интересный окрас. Как будто запачкана чем-то губа. Наверное, помадой мазалась. Ладно, шучу. Носик у нас рыбкой, клювиком. Посмотрите. Вообще, очень интересная форма. Что цветка самого. Что центра, носика, клювика, губки. Все вот очень интересная такая форма. Всегда поражаюсь таким цветочком. Да, цветочек некрупный. Если можете обратить внимание на фоне ноготка, да, пальчика. Ну, видно, что цветочек не очень крупный. То есть, ну, может быть, сантиметра... Ой, сейчас скажу. Где-то сантиметра 4-4,5. Ну, может быть, 5. Но 5 это уже слишком. Ну, почти размер, как у Людемани. Цветочек. У меня был уже этот вид растений. И он уже тоже цвел у меня дома. По поводу окраса. Вот, мне почему-то кажется, что там желтого было больше. И немножко форма была округленней. Если кому интересно, можете перейти на старый мой ролик. И еще раз пересмотреть. Но это одно и то же растение. Что там, что тут. Может быть, есть вариации цветений. Я не спорю. Так как у них, у него в роду два природника. И немножко разной формы. Инскрипт идет более звездочный. А Амбайнесис более пузатой формы. Поэтому, может быть, это и повлияло на то, что цветение может отличаться по форме и по окрасу даже. Вот. Тут немножко ванильный фон идет основной. И такие вот тигровые. Тигрюс. Я когда-то его называла Тигрюс. Я помню. Мы с Лесей тогда его не знали, как назвать. И мы обобщенно его называли Тигрюс. По окрасу. Потому что такой полосатик у нас. В полосатых купальниках. И нижние лепесточки, заметьте. О, у меня кончики идут такие салатовенькие. Более с зеленцой на кончиках, лепесточках. Очень замечательно. И сейчас, к сожалению, солнышка нет. Хотелось бы показать еще немножко рельеф вот этих полосочек, штрихов. Знаете как? Кстати, я хочу еще обратить внимание, что вот этот гибрид немножечко сроднен с иероглификой. Почему? Потому что в роду есть природник инскрипт. И он родственник иероглифики. Поэтому и немножечко вот эти вот штрихи напоминают, как у иероглифики. Где-то там отдаленно очень-очень напоминают родословную иероглифики. Ну, родственные души. Издалека. Очень издалека. Вот такой вот у нас замечательный природник. Кстати, по поводу аромата я еще забыла сказать. Пахнет он не каким-то там парфюмом, не какими-то элитными духами, мылом, фруктами и так далее. Все, наверное, просто. Он пахнет природно. Чистотелом. Чистотелом. Ну, я бы не сказала, что очень сильно, навязчиво, там, противно. Ну, если хорошо принюхаться, то да, чистотелом. Можно даже и рядом учуять аромат, когда солнышко хорошо нагреет его. Тогда на расстоянии чувствуется этот чистотел. А когда пасмурно, практически он не выразителен, этот аромат. И очень даже хорошо. Потому что природа есть природа. Это, конечно, хорошо. Но и когда постоянно чистотелом пахнет тоже. Вот эта горечь, знаете, приторная горечь, которая тебя преследует, тоже не всегда есть хорошую. Вот такой вот у нас замечательный обоюнчик. Я на сегодня показала. И, надеюсь, более тщательно его показала и подробно. И можно будет, если кому интересно, еще раз перейдите на последний ролик. Или предпоследний, там, где я показывала цветение предыдущего растения. Прошлого, которое у меня было в коллекции. Можно будет там еще раз посмотреть и сравнить, одинаковые или нет. Ну, значит, вариации цветения тоже присутствуют. Как по форме, так и по окрасу. Ребятушки, на этом я ролик завершу. Пожелаю вам хорошего дня, отличного настроения, исполнения всех ваших мечт. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok